Тема будет очень простой, и будут произнесены только два слова, и на эти два слова будет попытка что-то такое навесить. Свобода и истина. Я в последнее время пытался обсуждать соотношение антологии вечной и событийной, и буду стараться это маленькими зернышками вставлять. Сейчас я хотел бы поговорить о том, как можно понимать свободу и истину в событийной антологии и в вечной антологии. Язык нам подсказывает, истиной можно обладать. Обладаешь ли ты истиной, есть ли у тебя истина, да? Либо к истине можно стремиться, что это нечто, что-то там, некая точка где-то, и ты к ней можешь подойти и взять, можешь даже положить карман или что-то. Свобода – это некое состояние в языке у нас. Я свободен, я нахожусь в состоянии свободы, и я хочу достичь состояния свободы. Вот как нам язык подсказывает, и он именно, этот язык – вечная антология. То есть он там предлагает мыслить и о свободе, и об истине, как о неких вещах. Ну, скажем, о истине, как о вещи, а о свободе, как о состоянии вещи. Ну, в частности, о состоянии человека. Ну и естественно, что если мы обращаемся к событийной антологии, то здесь идет полный переворот, обратка. И у нас получается так, что мы должны понимать и истину, и свободу как события. То есть что такое свобода с точки зрения событийной антологии? Мы должны понимать, что в каждый момент времени, в каждом состоянии человек не свободен. То есть нет такого состояния, когда человек свободен. И именно как длительного состояния свободы. То есть я вот сейчас, вот сегодняшний день свободен. Я не говорю о свободе, как о независимости. Я могу независимо от своей работы, у меня выходной. Но о свободе, как о чем-то таком философском. Но при этом мы иногда кричим о свободе, как о Эврике какой-то. Что вот, вот свобода, вот она, вот она свобода. И это только мгновение. И это ощущение свободы мы получаем тогда, когда переходим от одной несвободы к другой несвободе. То есть любое состояние человека несвободно. Он всегда зависим даже от того, от чего он освободился. Он зависим от этого освобождения. Но ощущаем мы свободу в момент перехода от одной несвободы к другой. И то же самое, что с истиной. Истина это тоже некое состояние человека, мгновенное состояние. Некое событие, состояние прозрения. Когда он что-то понимает. Вот я понял и вот ощутил истину. Не то, что я понял является истиной. На завтра я проснусь, буду рассуждать, думать. Я уже не буду ощущать, что это истинно. Да, я понял. Да, действительно, это правильно, то, что я думал. Но вот того порыва, того крика Эврика, когда я ощутил истину, у меня уже не будет. И хочу несколько на эту тему маленьких, коротеньких текстиков. Свобода и истина. Думаю, истину можно интерпретировать как часть на случай свободы. Ощущение преодоления границы в познании. Хотя можно и наоборот. Трактовать свободу как нечто сопутствующее познаваемому порыву. В любом случае, и то, и другое мгновенно и ощущается только как переход от одной необходимости к другой необходимости. От одного знания к другому знанию. В сухом остатке повышение уровня субъекта в духовном или ментальном смыслах. Свобода возможна только при изменении своей действительности. Изменении границ бытия. Это справедливое для человека и для Бога. Бог не творящий – это не Бог. Застывшему миру не нужен Бог. В таком мире нет места для иррациональной оккузальности. Так и человек может ощутить свободу именно в переходе от одного бытия к другому бытию. Разрывая одну причинность, переходя к другой причинности. И тут существует существенно то, что нет перехода ни свободы к свободе. Любое бытие не свободно. Свобода есть только в переходе. Только глупый человек верит, что он свободен. Умный человек стремится к свободе. Мудрый человек не думает о свободе. Ну а как насчет морали-то и вообще, говоря, нравственности? Мы только в том случае, что человеку можно менять что-то в ответственности, если он свободен. И здесь свобода не понимается как какое-то ощущение. Здесь свобода подразумевается как некого рода онтологический статус субъекта. Потому что субъект свободен в том смысле, что он несет ответственность за свои поступки. Если бы он был бы не свободен, ему вменять в ответственность за свои поступки было бы как бы... В любом случае, вот эта вменяемость и ответственность за свои поступки идет в неких рамках. То есть мы можем сказать так, что в одной ситуации, в одной исторической эпохе, в одном обществе за один и тот же поступок будет разная ответственность. Один будет восприниматься как благо, а другой как зло. Это не важно. В любом случае ответственность будет. В любом случае, что есть ответственность. Любое общество, любая культура, вне зависимости от того, как она это воспринимает, она воспринимает человека как свободного субъекта. Свободного в конкретных рамках? Да. В отличие от этой рамки нет. Это не важно. Этологический статус. Неважно, но сам по себе вот он свободен, вот она состоит из вашего текста, где тот самый глупый человек все время думает, что он свободен. Вот сейчас, потом, как-то вот, но вот есть такой факт. Его можно игнорировать, как я говорю, отсылая к паровозу. У паровоза нет свободы, поэтому мы, построив свою антологию на основании паровозов и сливных бачков для унитаза, сложных остальных механизмов, но думаю, что у человека этого тоже нет. Но есть же свобода, как некий факт. И любая культура, фактически, это вот такое странное заблуждение, что свобода некий факт разделяет. Хотя и на этом стоит идея наказания. Здесь, конечно, идет разговор о очень разных свободах. То есть есть свобода, значит, действительно в некоторых рамках, и я понимаю, что я не свободен делать все, что угодно, потому что есть физические рамки, я не могу полететь, есть свобода социальная, то есть рамки, в которые я не могу приступить, не могу. А есть понятие свобода именно свобода воли. Вот свобода воли, что я в этих конкретных рамках могу сейчас стукнуть этой рукой или этой рукой. Вот это я свободен здесь делать. Но это не есть ощущение свободы. Мы поговорим о том, как с учением свободы вот этой быть. Вы говорите о какой-то своей свободе, которая является ощущением свободы. Я говорю о свободе. А мы говорим о свободе, которая является онтологическим статусом субъекта. У него есть онтологический статус, что он свободен. Он может выбирать, он может нести ответственность за свои поступки. То есть он может их делать или не делать. Тогда, наверное, нужно как-то все-таки с терминологией разбираться. Это разные действительно свободы. Потому что находясь вот в этом онтологическом статусе свободы, человек не ощущает свободу. То есть когда мы говорим вырваться на волю, свобода, я свободен, это смена некого онтологического статуса. А вот в том понимании свободы, как онтологический статус, он родился в нем и умер в нем. И для него вообще свобода как таковой, ну есть независимость. Ну скажем, он был раб, а потом освободился. Это не свобода, это независимость. Это, знаете, похоже на то, как русский где-нибудь, когда он русский просто, он не задумывается. Он русский. А приехал он в Англию, и как он думает, как хорошо, что я русский, а не англичанин. Это из этого размера. Какой русский, какой восторг, да. Это нет, но речь идет действительно, есть же такое переживание экзистенциальное, освобождение. Хопоток, сходил ЗАГС, тебя развели, и у тебя счастье. Освобождение. Да, но оно, наверное, потому что до завтра тебе попадешь в другую зависимость, в какую угодно зависимость. Это действительно интересный вопрос, как освобождение связано со свободой. Свобода нет, но есть освобождение. Да, есть освобождение, но свобода нет. Да, это Максимилиан Балов, да. Свобода нет, но есть освобождение. Ну вот, ну так, вот тем не менее, вот как? Ну, если здесь свобода есть, то как есть освобождение? Как-то есть? Ну, действительно стоит говорить, наверное, о разных свободах. Вот так, антологическая свобода... Если ощущение есть истина, а есть ощущение эврики. Да, 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 это тоже разница. Да, но дело в том, что я не знаю вообще, что такое истина. Если свободы еще можем обсуждать. То как? Нет, я знаю, что такое истинное суждение. Что такое истина, мы много раз уже обсуждали, и никто не может сказать мне, что это такое. Это то, как на самом деле. Нет. А что такое, кто-то на самом деле? Во всяком случае, в науке же есть истина. Нет. Почему? Нет. Ну, это повторять, дубль два, вот точно такой же разговор был два года назад, и я ответил, есть истины и суждения. Нет, на самом деле, по-моему, я, может, не на всех просто присутствовал в семинарах. Нет, именно с вами был разговор, именно этот же вопрос в науке есть истины, я сказал, что там есть истинные суждения, которые могут быть ложными, стать ложными через день. Нет, классическая механика никогда ложными станет. И через день, и через день. Они все равно истинные суждения в некоторых рамках. То есть, если я скажу, что вот так произнесу некое суждение, и не скажу в каких рамках, оно не может быть абсолютно истиной, потому что мы понимаем истина. Это истинные суждения в рамках классической механики. И то же самое суждение, перенесенное в другое место, оно будет ложным. Ну, да. То есть, это, разращаясь к свободе. Ведь есть же еще одно представление о свободе, касающееся больше, наверное, свободы и воли, что насколько мы вообще свободны наших, то, что мы думаем, что мы свободны, а все это не предопределено. И последние эксперименты, скажем, именно по реакции на какие-то, что наш мозг принимает решения раньше, за какие-то там доли секунды, чем мы осознаем, что мы приняли решение. И говорить о свободе, нам может кажется, что мы свободны. Это может быть нам кажется, и может быть что-то в этом роде, но феноменально, понимаете, вся культура наша, вся наша цивилизация построена на том, что человек свободен. Да, да. И, кстати, возвращаясь к началу разговора, это как раз и есть разница между вечной антологией и событийной антологией. В вечной антологии, да, человек вещь, человек находится в состоянии свободы, и он отвечает. Это одна этика. Это действительно этика в рамках вечной антологии. Если мы говорим о событийной антологии, то человека такового нет. Есть поток событий, много разных потоков событий, которые мало, может быть, даже и соотнесены. То есть один поток событий вот профессиональный, другой поток событий семейный, третий поток событий, скажем, он фанат футбола, и они бывают очень даже трудно соотнести. Это неизвестный разговор о наказании убийцы, что убийцу наказывать неваля, казнить нельзя, потому что всякий раз ты заказываешь другого человека, чем тот, который убил. Правда же? Как получается событийная антология. Убил-то его футболист, а наказываешь тем пилом. Мы обсуждали парадокс Бродобрея. Есть такое решение, скажем, что есть роль Бродобрея, и есть человек, который бреет. То есть когда он в цирюрне, он Бродобрей, а когда он дома, он уже человек, который тогда исполнял роли, поэтому сам себе никакого противоречия нет. Тем не менее, традиция эта культурная, она говорит следующим образом, что если человек убил, то наказывают того же самого человека. Не зависит от того, что он тогда был футбольным фанатом, а сейчас простая терпила. А если, скажем, шизофреник и раздвоение личности? А вот когда они убеждаются об этом, это специально не меняемся. Когда это называется не меняем, говорят, что да, действительно, убил один, а наказываем непонятно кого. Такое есть, но тем не менее, этот вопрос технически решаем. Решаем. Да. И решаем он совершенно означен в том форме, что есть некий субъект, есть некоторое Я, которое сохраняется в потоке событий. И вот как с этим будет стать и в событийной антологии? Потому что есть тоже феноменники, которыми мы легко… То есть если мы обращаемся, скажем, к эзотерическому опыту, к опыту просветления, то просветление – это и есть потери своего Я. То есть человек… То есть с их позиции звучит так, что есть только одно нормальное состояние человека просветленного, у которого нет Я. Все случается. Просто случается. И как бы он не отвечает вообще и не руководит этим. Да. А все мы непросветленные – это разновидности заблуждений. Разновидности той или той сансары. Субъекта нет, как бы, да? Я нету, да. Значит, субъекта. Есть поток событий, который связан с твоим телом. Ты не можешь… Тело включено в этот поток событий. И ты свободен тогда, когда теряешь Я. А когда у тебя есть Я, ты не свободен. А вообще субъекты, субъективные антологии, субъекты какие-нибудь? Конечно, конечно. Субъект есть. Потому что он сохраняется, если все события. А они… В данном случае что… Главное, чтобы он сохранялся в момент события. У каждого события есть субъект. И нет необходимости его отслеживать. Если в некоторых случаях есть необходимость, в некоторых нет необходимости. То есть, когда мы говорим о вечной антологии… Все-таки она теряет содержание какое-то, да? Получается. Событий на антологии как бы… Теряет, да, да. То есть, скажем так, что при разных точках зрения теряется разное содержание. То есть, в событий на этой точке зрения теряется именно пространственно-структурное какое-то содержание и некая преемственность, да. А при вечной антологии теряется многопотоковость и распределенность во времени, и релятивизм теряется очень сильно, потому что он привязан к конкретной вещи. Разные точки зрения, да. Да, да. И действительно, то есть, вот в традиционной этике и в традиционной юриспреденции да, мы считаем свободным именно человека. А в событий, да, он не свободен, он всегда… Да, а в событий на этой точке вообще человека нет. Да, его нет, да. Его просто нет, и поэтому, не знаю, что не свободен, просто не… Да, его нет. Просто некого предъявиться. Да, скажем так, здесь есть… Не то, что я говорю нет человека. Здесь некий идеал понимания и состояния человека, когда его нет действительно есть, а есть объяснение, почему человек считает себя вещью. В событийной антологии я могу признать, почему человек машина, почему человек вещь, и почему он себя так ведет, но это считается не истинное состояние человека, не свободное состояние человека. Ну еще малая поправка, вот как бы в вечной антологии, как вы называете, человек, конечно, не вещь. Нет, конечно, конечно, в данном случае это кавычки, конечно, в данном случае... В событийной антологии вообще человека нет. Вообще человека нет, да. То есть такой предельно дегуманизированный мир, где отсутствует ответственность за свои поступки, где отсутствует сохранение этого хопа за свои... Ну, здесь, скажем так, можно воспринимать, что тело на каждого. Да, мы вот со Стасом встретились, другую руку пожали, потом хопа, вышли, а потом выяснилось, что мы перепутались в этот самый момент. Нет, нет, нет. Есть свобода или нет свобода? Нет. Нет? Нет, 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 нет. события. Свободы нет совсем, потому что нет субъекта. Нет состояния свободы. Свободы нет и нормальной антологии. Есть, я же уже говорил, нормальная антология или вечная антология, есть свобода воли. Ну вот ты и свободы воли делаешь. Как это нет? Нет, я говорю, в вечной антологии есть свобода воли. Я говорю, что нет и свобода воли, есть ощущение свободы в момент, скажем, валения. То есть, когда человек меняет свое состояние в момент валения, то есть, это не состояние вот какое-то, я нахожусь в состоянии свободы, и поэтому он говорит. А есть только в момент валения, и в этот момент валения есть и можно быть и истина, и свобода, но не как причина, не как следствие, а только как момент перехода, как события. То есть, свобода не является ни причиной, ни следствием, а только событием. Понятно, откуда редукция делается к этому переживанию, потому что ничего другого нет. Все должно быть временное. Да, все должно быть событие. Кроме переживания. Нет, ну опять же... Переживание свободы, переживание воли, переживание победы. Истинный, да. Даже субстанция это переживание. Нет, почему? А есть субстанция в этом? Нет, нет. Переживание субстанцией происходящего? Нет. А почему? Субъект переживает себя? Не нужно путать переживание и переживание субстанцией. Нет, переживание как бы, как самосознание, переживание субстанцией. Прошу прощения, а субстанция причем есть? Преживание античности мира, о, нет, в смысле, античности происходящего? Есть ощущение... Нет, переживание укоренности в сущном, например. Нет, ну самосознание, на самом деле. Вот самосознание. Нет, 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 нет переживания укоренности в сущном. Нет, такое переживание, как самосознание, есть? Это, ну нет, это не переживание. Нет, ну как это переживание? То есть, дело в том, что любое сознание, любое сознание, это фиксация события некоторого. То есть, мы когда что-то фиксируем в сознании, это фиксация некого передиката, это событийное. То есть, и в принципе, я могу в качестве объекта взять одно из своих тел. Физическое, психическое, ментальное, духовное тело. Скажите, согласитесь, что самосознательное некое событие. Раз я осознал себя. Так, разница только в том, что я осознаю в этом событии. Я могу осознать элемент своего тела, элемент этого стола. И этим отличается сознание от самосознания. Да, но я могу, нет, получается, если все переживание, то в этой рефлексе тоже переживание. Это не переживание. А почему? Вот, либо хопа такое у меня состояние специальное, эмоциональное. Событие. Событие такое. То есть, дело в том, что я себя рефлексирую. Потом хоп, подумал, а это на самом деле рефлексировал не я, рефлексировал Стас, который к тому же еще ушел. Нет. Дело в том, что такая свобода. Нет, нет, нет. Потом я хочу обратить внимание, что правильным следствием это является, что как раз рефлектирует именно тот субъект, который всегда уходит. Игорь, Игорь, нужно все-таки понимать, что есть предел, предел просветления и нирваны, когда действительно нет никакой привязки к телу. В принципе нет никакой привязки к телу. А в нашем неистинном состоянии, в помутненном состоянии мы не можем отделаться от своего тела. А тело это же ни при чем. А без нирваны это можно так? Да. Приживание рефлексии же есть. Нирвана не рефлексия. А что это такое? Нет, приживание рефлексии же оно есть. Это экстратический опыт какой-то религиозный. Как не рефлексия. Рефлексия как таковая, ведь она же получается возможна. Конечно. Да, но она получается, эта рефлексия очень своеобразная, что всякая моя рефлексия, на самом деле рефлексия стаса, которая ушла. Да нет, почему? Игорь, в любом случае, вот есть некий сгусток событийного потока, который составляет твои тела, множество твоих тел. Не одно тело, а не физическое. А как мойность может быть дана нам этих тел? Мойность. Если нет субъектов. Они не твои, они не тела. Нет, субъектов есть. Все тела перепутаны. Все тела стаса. Все перепутаны все тела. Пожали думать другую. Это очень... Разбежать перепутались. Здесь нужно как бы, понимаешь, как и в любом... Ищем-то нет. Есть только события. Конечно. События переживания стаса есть, потом события, это, так, или поправлять очки, потом события вашего рассказа, потом события моего сознания. Да, да, и как... Иссадий почитает свой планшет. Да, это все один поток. Да, это все теоретически. Даже нельзя сказать, что это события одного субъекта. Просто какой-то поток. Да, поток. Нет, 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 получается, что в таком, в этом штуке мойности как факта нет, а есть мойность как еще одно переживание. То есть... А кто-то события войности... Скажем так. Да, да. Да, не скажем. Про планшет, Стас, у которого ушел, я, который сижу, поправляя очки. И тут же события... Понятно, что это... Отдельно. Можно утрировать сколько угодно. Здесь вопрос в том, что можно встать на какую-то позицию или не встать на какую-то позицию. И сам факт возможности постановки на другую позицию и взгляда с другой стороны и в другой терминологии, он что-то дает. Естественно, можно высмеять... Нет, нет, мы не высмеиваем. Мы стоим на эту позицию и видим, что феномен мойности как таковое, то есть мойности своего тела. Нет. Я же отвечаю сколько раз. Что, мойность? Яйность. Мойность, яйность, субъектность. Нет, яйность не хорошо отзнает. Яйность, которая хорошо звучит. Нет, Игорь, понимаешь? Я абсолютно согласен. Да, но тут, если... Можно? Да, да, конечно. Я могу с другой точки зрения объяснить, почему у тебя, Саш, так хреново со свободой. Потому что свобода, вообще-то это понятие свобода, очень сильно корреспондирует, соотносится с понятием времени. Так люди и говорят, есть время, значит ты свободен. А у раба нет собственного времени. Это просто заочетаю этот случай. Но и раб может научиться структурировать время чужое. Если не чувствовать, то испытывать его. Он может найти в этом свои возможности. И тогда он тоже почувствует себя свободным. Если же время деньги, то свобода определяется деньгами. Тоже всем понятно. Время первичное. И потому свобода считается фундаментальным понятием, что она со временем рядом. Вот это первичное переживание времени, а с ним и ощущение открывающихся возможностей человека, человек называет свободой. Ну и так далее. Вы повторили то, что я сказал. Что это, нет, не в прошлом, свободы, не в будущем. В событиях. В событиях. В событиях. Булат, извините, давайте слово переживание. Переживание всегда вторично. В данном случае это идет, давайте, восприятие. Восприятие. Потому что это не эмоции. То есть, конечно, это восприятие сопровождается некими эмоциями, как многие другие. Но это не есть сами эти эмоции. То есть, есть некое, скажем, событие перехода от одной зависимости к другой зависимости. Оно не характеризуется ни прежней зависимости, ни следующей зависимости. Оно чисто как сам переход. И вот этот сам переход, скажем так, переход от одного знания к приращению в другому знанию, он не фундирован недостатком и приращением новым знанием. То есть, это не есть некое конкретное новое знание или конкретное незнание. А вот сам переход от знания к незнанию мы ощущаем как приращение, как некую истину, как некое прозрение. Но это не ощущение, в смысле там тепло, холодно. А это событие. Вот это событие, которое нельзя никак ни к чему привязать. Оно как бы самоценно. Ну, чем плохо, что ты все антологии вновь переживания. Не переживай. Я могу потом переживать это событие. Нет, ну вот это же просто. Я замес, мне холодно, я вошел в теплый дом и я испытывал некое переживание. Это не только. Удовольствие. Оно не имеет отношения ни к теплоте, ни к холоду. Оно переживание удовольствия. Скажем так, там ты переживаешь переход. Но события, но в самом переходе нет переживания. То есть переживание, это сам переход, само событие, это не переживание. Ты можешь потом переживать свои события. Александр, да, я... Ты на чем управляешь? Субъекта-то нет, некому переживанию. Есть субъект, есть. Я говорил, что субъекта нет на самом верхнем уровне. А в принципе, в принципе, скажем так, остаточность... Мы все равно находим никогда... Скажем так, есть некая предельная граница вечной антологии, когда человек считает пупом земли себя, вот сосредоточен всего, вот он весь, целиком. И есть другая крайность, это в событийной антологии, в нирване, когда человек теряет свое я, отождествляет себя с миром. А мы находимся на каких-то промежуточных этапах, в каких-то промежуточных. Поэтому, естественно, есть и субъект. Но мы как-то должны понять, что вот можем в такую позицию встать, и в такую позицию встать. С одной позиции рак не свободен, потому что вот у него есть... И он как состояние, да? Но с другой стороны, он об этом этаже не думает, он просто живет, как и живет, как мы живем. Мы же не думаем, что мы свободны. А в любом случае мы всегда независимы, мы не ощущаем эту свободу. Да, действительно, нам вменяется антологическая свобода. Смотрите, ощущай, думай, не ощущай. Думай, не думай. Думай, не думай. Работа камня... Я хотел сказать, что не может быть как-то разработано понятие, которое очень тесно соотносится с понятием времени, в той антологии, которая предполагает время как основу некую. Событийная антология. Поэтому бессмысленно говорить о свободе. То есть, не бессмысленно, конечно, задачи автора, как-то навести какие-то мосточки, чтобы люди там что-то понимали, согласили. По большому счету, это пустое понятие для этой антологии. Я хочу уточнить, что для событийной антологии время не является первичным понятием. Оно вторичное, как и пространство. Я не говорил первичное понятие. Я говорю, что эта вся антология фундирована... Не держится на события. События не понимаются, как что-то во времени. Потому что время всегда конкретно у субъекта какого-то. А события... Ну, потому уж так вот получается. Ну, Александр, естественный ответ. А почему вещь на антологии это не так? Конечно, не так. Конечно, не так. Время понимается по-другому и все. Но мы же понимаем, вот те люди, которые со стороны, что эта антология сугубо фундированная временем. Да, с точки зрения вашего понимания. И поэтому бессмысленно говорить... Действительно, бессмысленно говорить людям, которые не хотят понять другое, это что-то другое. О свободе нет. Вот истинным свободу можно, с моей точки зрения, встав на позицию вечной антологии, можно понимать свободу именно вот этически, как вот Булат и Игорь нам сказали, а в событийной антологии свобода понимается именно как переход между... в движении субъекта к некому, в высшему состоянию, как переход. И он ощущается только в момент перехода. Вот. А, нет. То есть это, может быть, другая свобода. Да, действительно, другая. Это не та свобода, о которой мы говорим юридически. Это другая свобода. Но она вот... Это есть событие, переход относит. То есть, от одной необходимости, от другой необходимости. Ну ладно, мы уже понятны к этому клубу. То есть попробую, давайте точку. Ну все, все. Да.